Всем привет! Вы на канале Школы Астрологии Ашвини. И сегодня мы с вами делаем ведический гороскоп на месяц август для каждого знака зодиака. Для восходящих овнов месяц август будет целиком и полностью направлен на решение вопросов недвижимости. Недвижимости и карьеры. Здесь получается раз-два-четыре планеты в доме недвижимости. Это значит, что многие из овнов поедут в путешествие, поменяют место расположения свое. Какие-то овны будут покупать недвижимость или заботиться о ней, делать ремонты, обновления и так далее. Или заниматься документами на эту недвижимость. Ну, так или иначе, данный месяц, август, направляет вас на решение вопросов собственности, связанной с квартирой, дачей, землей и так далее. Также четвертый дом это дом ощущения внутреннего счастья, дом удовлетворения, отношений с матерью. Поэтому для овнов много энергии будет и в этой сфере задействовано. Скорее всего, вы встретитесь с каким-то внутренним неудовлетворением, с тем, что вещи, которые вас расслабляли раньше и помогали вам как-то наполниться, они меняются, они уже не работают, надо искать новый. Ну и, соответственно, что-то там с мамой тоже будет происходить. Весь этот стелеум планет, четыре планеты смотрят на дом работы, это значит, что август для овнов будет хорошим. В плане работы будет много энергии для того, чтобы сделать какие-то карьерные достижения или прорыв вперед. И интересный факт, что третий дом тоже у овнов становится акцентированным. Здесь у нас в течение полутора лет располагается планета Раху. Это говорит о том, что овнам в течение этого года будет легко заниматься спортом, делать предпринимательскую деятельность, что-то круто менять в своей жизни. Ну, то есть это очень благоприятный фон для ваших достижений. Овны очень любят чего-нибудь достигать, поэтому это крайне благоприятно для них. Но и тут же располагается Меркурий, который в начале месяца говорит о том, что повтори еще раз пройденные уроки по своим вот этим делам третьего дома. Что это? Братья и сестры, предпринимательская деятельность, деятельность, которая требует отваги, мужества или какого-то, вы знаете, твердого стержня внутреннего, выставления границ и так далее. То есть третий дом это у нас дом коротких поездок также. И Меркурий, располагаясь в третьем доме, говорит о путешествиях в начале месяца. В остальном я могу сказать, что касаемо денег август у овнов будет не очень благоприятным. Тут хозяйка второго дома, дома финансов, сожжена в начале месяца. И это задаст тон для всего месяца. В целом, что касается отношений, они тоже немножко будут страдать, потому что Венера в этом гороскопе управляет еще и браком, серьезными отношениями. У нас, в общем-то, идеальных гороскопов нет. Где-то много энергии, где-то мало. Первый дом здоровья, благополучия и физического состояния овнов свободный в этом месяце. И надо сказать, что первые полмесяца все-таки овны немножко будут проседать по здоровью, могут чувствовать себя более уставшими или более раздраженными. Но ко второй половине месяца, когда Марс перейдет в знак Лев, наоборот, здоровье будет процветать, ваша творческая энергия также возрастет, и вы сможете проявлять себя на полный максимум.